Хай, бродяги! С вами я, Сталкер Баннерщик, и я нахожусь в аномальной зоне Сталкера Онлайна. Это МСК-сервер, как видите, я на Гурмане. Насобираюсь в ходку, надо прикупить патронов. У меня так-то всё есть. Единственное, патроны кончились на пистолет-пулемёт, нужно немного прикупить. Хотя туда, куда я пойду, там можно прикупить их, но лучше всё это сделать заранее. 700 возьму, думаю, мне хватит за глаза. Так, ну что, батарейки есть, антирад, антирад есть, хотя антирад мне особо сейчас не нужен. У меня хороший костюм, именно от аномалии. Ну, еда есть, аптечки есть, всё остальное вроде как бы есть. Денег 1 200 000, продаю последние, можно сказать, вещи, буквально ещё осталось 2-3 позиции продать. В общем, все вещи, которые мне присылали сталкеры, которые я собрал на новой земле, я в общей сложности продал на 3,5 миллиона. Так, открываю хранилище. В общем, за 2 ляма я купил себе уголь, в котором бегаю, вот у меня 1 200 000 есть. Плюс ещё у меня продаётся свитер зелёный, бандитский МП-5, ну тут артефакты вот продаю. Стал собирать щиты альфа в большой контейнер, решил продать большой контейнер, посмотреть, выгодно будет, невыгодно, как вообще продастся. То я продавал по одному щиту, теперь я решил сразу продать 5 штук. Так, давайте возьмём ещё один антирад. Накрафтил себе ещё контейнеров одинарных, а то все прям закончились. Колбасы у меня завалить просто. Да, некоторые вещи ещё остались. Вот МП-5, зелёный свитер и шапка охотничья. Резину продаю я. Резину вот, гамму, которую в предыдущей ходке нашёл. Сегодня как не продам, но я другие вещи продавал. А вот, к примеру, те же самые подухи ушли прямо в лёд, моментально. Так, ну что, сегодня захват и сегодня суббота. Ну, по крайней мере, на данный момент съёмки этого репортажа из зоны. Сегодня суббота. Я решил дёрнуть в аэропорт. Там ключевых точек нету, там захватов нету, поэтому рвану туда. Да, конечно, я иду в ночь, но думаю, ничего страшного в этом нету. Я хочу полазить, посмотреть артефакты, особенно по аномальным полям жарок. А по жаркому лучше, конечно, бегать. Когда темно, их очень хорошо видно. Солнечный день не так хорошо. А вот ночью самое то. Постреляю медведей, потом мне ещё там надо два квеста пройти. В общем, я рванул на аэропорт. Буду собирать арты, может быть и с артами там повезёт мне. Решил копить, в общем, костюм одиночки и на рюкзак. Ну, сначала, конечно, костюм, потом уже рюкзак. И то, и то стоит дорого. Я даже ещё цены не смотрел. Знаю, что если в донатном магазине покупать, то там 2000 золотых костюм стоит. И где-то около 600, что ли, золотых. Или тысячи. Ну, в общем, дорого. Плюс ещё стоит и рюкзак. Тоже нехило. Конечно, на доске всё это можно купить дешевле. Кто же спорит. Но всё равно деньги нужны на это. В общем, буду собирать теперь на такую, на боевую броню. Конечно, кто-то скажет, что можно шиз купить. Но я в шизе бегал. Мне, если честно, не понравилось. Как хомячок такой бегаешь, перекачанный. Да, там защита мификовая у него, конечно, никто не спорит. Но мне не понравилось. А вот в костюме одиночки я бегал. Так, вот артефакт, смотрите, первый. Какой артефакт, как вы думаете? Ну, скорее всего, резина. Да, какой же артефакт здесь может быть, кроме резины? Что-то мне в последнее время везёт на резинки. Будем надеяться, какой-нибудь хороший. Давайте посмотрим. А, блин, у меня бой включён. Так, резина бета. Ну что же, начало положено. Это, конечно, не гамма. Хотя я гамму тоже никак не продам. Я выставил с контейнером за 150. Ту же самую подуху гаммы за 150 с контейнером с руками оторвали. Я думаю, надо было больше цену ставить. Ну, ладно. Я примерно же цену на доске глянул, посмотрел. Ну, и резина гамма тоже где-то около соточки стоит. Я выставил за 150. Правда, недавно. Она даже ещё сутки не пролежала. Рано или поздно купит. Тем более в контейнере артефакт никуда не денется, не пропадёт. Лежит и лежит. Есть не просит. Так, ну вот, резина бета. Ну, резину бету, конечно, в контейнер я продавать не буду. Отдам торговцу. Ох, туман, не видно ничего. Так, ну что. Новый ножик у меня есть. Охотничий. В предыдущем году я живу. Да ё-моё, добыл себе. Поэтому шкуры, особенно кабанов, меня не интересуют. Ну, если, конечно, будет. Я с удовольствием подберу её. Мне нужно мясо. Нажарить мясо, чтобы есть его. Потому что колбаса, конечно, это дело хорошее. Колбасы у меня много, но сытость она не очень много прибавляет. Правда, конечно, у меня есть небольшой плюс. Она прибавляет немного здоровья. Ну, лучше, конечно, есть мясо. Тем более, мне ещё нужен самогон. Самогон надо на мясо менять. Ну, в общем, стреляем кабанчиков. Мне не так уж много самогона нужно по квесту. Так, вокруг вроде никого. В общем, я рвусь. Рву когти, можно сказать, на аэропорт. Там пособираю арты. Посмотрим, как мне повезёт с артами. Ну, и пройду пару квестов. Квесты это вот такие. В поисках Дирсу поговорить с ништяком. И самогон для ништяка. В общем, мне нужно сбегать. Обменять мясо на самогон. И потом к нему отнести. Ну, в общем, нормально. Как раз там аномальные поля. Я буду ходить арты собирать. Хочу по аномальным полям. Полям этих полазить. Как его? Жарок. Чё тут у нас? Марьево. Давайте подберём Марьево. Пригодится. Место в контейнере у меня пока есть. Буду кидать в контейнер. Даже не париться насчёт этого. Тем более, не факт, что я там кучу артефактов найду. А контейнеры у меня все пустые. Тем более, можно ещё на пояс повесить. Так, ну чё тут у нас? Сталкер вон там бегает. Посмотрим. Собаки дохлые валяются. А, значит, кто-то здесь был. Ну, вот этот сталкер, наверное, здесь и тусует время от времени. Проверяя аномалии. Посмотрим, нет ли тут артефактов. Я тоже гляну. Оу, йоу. Там ещё один вдалеке сталкер. Ладно. А сюда я забежал просто по дороге. Кстати, о, артефакт. Так. А из-за стенки я его вытащу. Смотрите, не берётся. Блин, надо внутрь заходить. А там, походу... А там чё-то путёвое может быть, кстати. Где-то вот здесь, да? Ну где артефакт был? А, вот он. Блин, а чё тут за артефакт? Где он вообще? В здании, что ли? Не берётся. Зараза, где он вообще лежит-то? Не пойму, не пойму. Где он появился? А-а-а, всё. Понял я. Смотрите, Марьева на крыше. Это Марьева артефакт. Я думаю, чё за арт такой непонятный? Где он есть? Да, аномалия бывает на крыше, всё. Теперь разобрался. Иногда стоит смотреть не только под ноги, но и на небо. А, ладно, погнали дальше. Чё у нас тут интересное? Мишки вроде нету. Так, ну и здесь тоже вроде ничего такого интересного. Вроде ничего нету. Ладно. Так, немножко я посмотрел. Можно покидать эту местность. Медведя вроде не видно. Ну, мишку я, если честно, давно не убивал. Хотелось бы хотя бы одного заколбасить. Ну, я так думаю, сейчас перейду на локацию аэропорт. Там медведя-то полно. Одного уж я точно убью. Вроде тихо-спокойно. Ну, ладно, детектор убираем. Главное, чтобы сейчас за спиной не появился медведь. Всё остальное ерунда. Вспомни. Вот и оно. Да ё-моё, сейчас убьёт меня. Ух, нет. Успел. Там кто-то в него стрелял. А, сталкер. Спасибо. Если бы не ты, меня бы он точно убил. Он его немножко... ранил тоже. Так, ну убил медведя я. Я убил рыжего медведя, поэтому я его раздел. Но ничего интересного тут нет. Всего лишь мясо. Ладно, бежим на аэропорт. Надо развести где-нибудь костёр, перекусить. Но здесь опасно разводить. Тут может появиться ещё очередной медведь. Тут же кабаны обитают. Ну и пауки тут где-то бегают. А, кстати, тут же аномалии есть. А вот и паучки. А, что это такое? Головач. О, головач пригодится. Так, всё, с паучками я разобрался. Где-то здесь была аномалия. А, вот она. Так, ну вроде пустая. Впереди ещё аномалии. Давайте пробежимся, посмотрим. Лисички впереди. Опа, лисички тоже возьмём. Я, конечно, жарить их не собираюсь. Слишком много надо для обмена. Но если есть гриб, почему бы он не подобрать? Пусть лежит на складе. Рано или поздно пригодится. Так, ну всё, вроде тут больше аномалий нету. Можно детектор убрать. Ладно, рванули дальше. Сейчас перейду на аэропорт. Пожарю сразу себе мясо. А то колбасу есть уже надоело. Без хлеба, тем более, она совсем невкусная. Итак, проводник. Веди. Так, ну что, я в аэропорту. Как вы видите, время уже 10 часов. Вечера в зоне. Но небо звёздное. Может быть, не зря я пошёл в ночь. Будет всё хорошо видно. Так, ладно. Где тут мишка есть? Ну почему? Голова-то медведя мне не помешает. Весит она, правда, много с ней таскаться. Проще купить. Так, ну что, мишки вроде нету. Давайте разведём пока здесь костёр. Немного отдохнём. Покараулем медведя как раз. Ну, мне мясо надо приготовить. Так, я не помню, сколько надо мяса на обмен на самогон. Ну, я ещё кабанов, конечно, постреляю. Ну что, подожду-посижу. И вот пока я тут стоял, ещё мясо даже не готово, появился медведь. Прям удачно. Давайте попробуем его убить. Не, не достреливает. Слишком далеко. Ну иди сюда, мишка. Ну, вставай на задние лапы. Ну вот. Я переживал, что медведя давно не убивал. Второй мишка. Давайте посмотрим. Будет ли там что-нибудь интересное. Так, так, так. Ну, давай, голова. О, голова. Прям сегодня все мои мысли сбываются. Обычно я боюсь сглазить, когда идёшь в зону. Всё-таки это опасно. А тут только мишку захотел убить. Вот он появился. Только про голову вспомнил. Вот и голова появилась. Очень даже неплохо. Ну ладно, я здесь немножко пофоткался с мишкой. На память, так сказать. Надо забрать мясо и валить отсюда, пока очередной косолапый не появился. Да, шесть кусков мяса мне хватит для того, чтобы перекусить. Всё-таки колбаса не очень хорошо утоляет голод. А мясо в самый раз. Да, теперь придётся с головой медведя бегать. Ну да ладно. Перегруз у меня не скоро. Ну что, погнали на тот берег. Я особо насчёт головы не парюсь. Потеряю, так потеряю. Стоит она ёшево. Её проще на доске купить. Ладно. Главное сейчас здесь не утонуть. Немножко не в ту сторону шажок сделаешь и всё. И можно сказать, утонул. А что-то непросто так пройти. Прям вот зыбкая такая граница. Давай-давай, сталкивай. Ну всё. Не пройду, наверное. Хотя нет. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Да, вроде вышел. Нормально. Надо перезарядить оружие, а то что-то я бегаю с незаряженным. Кстати, труп медведя валяется. Кто-то вот на той стороне тоже заколбасил. А я рванусь сейчас за артефактами. Можно, конечно, пострелять ещё паучков. Благо, у меня есть мой любимый пистолет-пулемёт. Милое дело с него стрелять. Да, пауки мне нужны для того, чтобы обменивать паучьи лапки. Готовить у гурмана. Тем более, у меня скоро репутация охотников подымется. Вот, буквально ещё разочек. КВС пройдут. 2 990 у меня репа у охотников. От 3000 сталкеров говорят, что можно уже готовить. А у меня голов собачьих накопилось. Лапок, конечно, поменьше. А вот голов достаточно. Так, вот здесь. Здесь небольшой какой-то затык происходит. Главное, не утонуть. Не получается выйти. Давай, ни вперёд, ни назад. Смотрите, что-то я застрял. Да, смотрите, всё, застрял я в текстуре. Не знаю, что-то нифига. Не получается. Ну что же, надо как-нибудь умереть. Ну, для этих целей у меня, конечно, всегда есть граната. Но я реально прямо сейчас застрял. Смотрите, я не могу ни вперёд, ни влево, ни вправо. И прыгнуть не могу. А присесть смогу. Реально застрял, короче. О-о-о-о, на корточках, на корточках прошёл, смотрите. Всё, теперь я знаю, в чём фишка. Если застреваешь, на корточках надо. Это не первый раз я тут застреваю. Во, нормально, вышел. А я уж хотел было умирать. Но, как видите, не пригодилось. Ну что, за артефактами. Да, для начала на поверху пробежимся. Вот здесь тоже неплохое место, бывает частенько. И подушки, и стабы. Вообще, сама локация, аэропорт очень хорошая. Насчёт артов, если тут постоянно тусовать, то можно нормально собирать. Главное, конечно, с контейнером, потому что ДПК часто встречаются. И недалеко от Гурмана, то есть вообще красота. Так, ладно, пробежимся. Главное, дальше не пойдём, вроде тут пусто. Давайте спустимся вниз, посмотрим, что здесь. Так, а сколько у меня тут мяса? Мясо 13 кусков. Я не помню, сколько обменивается мясо на самогон. Сколько кусков надо? 5, наверное. Ну ладно, кабанов тут достаточно. Настреляем, если что. Это не вопрос. Мне нужно 3 бутылки самогона. Это тоже не проблема. Сейчас поменяем. Так, оп, оп, чуть в аномалию не влетел. Вроде ночь, да, в зоне. Время почти 12 ночи, но погода прям такая ясная. Небо звёздное, очень даже хорошо. В такую погоду я люблю бегать ими по аномалиям. Видно их хорошо, не так совсем темно. И по тем же самым жаркам, если бегать, тоже очень их отлично видно. Ну и солнце в глаза не светит. Тоже плюс в этом есть. Ладно, побежали дальше. Сейчас возьмём точку сохранения около самолёта. Что там, сталкеры есть? Да, стоят какие-то. Тут хорошо, конечно, бегать во время захватов, когда во всем локациях тут-там, то здесь проходит захват, и здесь на локации аэропорта захватов нет. Тут только можно, типа, проходную локацию использовать. Некоторые сталкеры ходят же, допустим, с одной локи на другую, как раз через аэропорт. Вот медведя тоже кто-то замочил. А самих захватов тут не бывает, поэтому здесь самое то, бегать. А что, никто не разделал? О, смотрите, мясо никто не взял. Странно. Ладно. Я возьму. Мне пригодится. Ну что, пробежимся, посмотрим, что здесь у нас. Ой, я уже в аномалию влетел, не успел выйти в аномальное поле, и уже влетел в аномалию. Для меня это не страшно. О, смотрите, первый артефакт. Навёл, но буковка не отображается. Ну, сейчас подберу его и гляну. Далеко ходить не надо, вот, рядом лежит. Подходи, бери, не хочу. Будем надеяться, какая-нибудь хорошая. А подушка альфа? Подушка альфа это тоже артефакт. Не всегда же гаммы находить. Давайте посмотрим, где-нибудь рядом, может быть, ещё одна подушка лежит. Пробежимся, поглядим. Многие сталкеры просто издалека становятся и смотрят в бинокль. Но не все артефакты отображаются. В неактивной аномалии некоторые артефакты не видно. И нужно аномалию активировать, и тогда можно будет его увидеть. Ну и, конечно, неинтересно так бегать, тупо стоять в бинокль, смотреть. Сам процесс сбора артефактов уже не приносит такого кайфа. Поэтому я бинокль никогда не смотрю. Хотя бинокль у меня есть, я им даже не пользуюсь никогда особо. Просто он у меня есть, висит на поясе. Ну, вдруг пригодится. О, ещё один мишка валяется. Так, ладно, побежали дальше. Ну что, уходочка только вроде как бы началась, да? Я нашёл уже резину бета и подушку альфа. Жить можно? У меня ещё предыдущие артефакты не продались. Да, действительно, когда уже начал проходить вот эти квесты, аномальный рюкзак, каждый день получаешь по три артефакта, уже девать их некуда. Не успеваешь просто их продавать. Не, я, конечно, не жалуюсь. Я доволен, что в своё время выполнил новогодние квесты, и вот теперь у меня есть такая возможность каждый день получать эти артефакты. Круто, кто же спорит. Контейнеров, правда, не хватает. Все одноразовые контейнеры уже потратил. Пришлось вот новых накрафтить. Ладно, идём дальше. А вот ещё одна подушка альфа. Ну что же, две альфа-подушки. Неужели начался рейс подушек? Это хорошо, тогда мы пойдём немножко дальше, там подушек вообще должно быть очень много. Ну, по крайней мере, я планирую забить все контейнеры. У меня не так уж их много, но этого хватит. Плюс на пояс можно ещё повесить, правильно? Опа, попав в аномалию. Выбрался? Да, выбрался. Идём дальше. Так, так. А стабилизаторов я что-то давно не находил. Хотелось бы какой-нибудь стабилизатор хороший найти. Так, ладно. Что тут у нас? Более-менее я оббежал, так всё. Сейчас возвращаюсь к самолёту. Мне нужно поменять самогон и рвануть к ништяку. Отдать ему самогон, посмотреть, какое будет продолжение у квеста. Ой-ой. В электру попал. Так. Вот, полетал даже немного. Даже ещё разочек. Так, разрядники. Аккуратно, сталкер. Идём дальше. Ну что, вроде больше ничего такого тут интересного нету. Да. А вот кусочек мяса подберу. Ладно, побежали тогда менять самогон. Так, три бутылки. Да, три бутылки самогона нужно. Свобода здесь у нас. И одиночки. Продаваем подушку Альфа. О, сталкер подушки Альфа продаёт. Тоже, походу, где-то недавно нашёл тут. Ну что тут купят подушку, конечно, шансов мало. Это на гурмана дойти. Итак, где тут у нас персонаж? Кто меняет у нас? А, местный. Просто местный. Так, и много просишь. А, три куска сырого мяса. Хорошо, принесу мясо. Я думал пять, а тут всего лишь три. Я принёс мясо. Держи. Так, давайте ещё раз. Возьмём диалог. Держи. Так, ну что, вторая бутылка. Ну что, у меня есть три бутылки. А вот ещё какой-то у меня квест три из десяти предметов. Смотрите, три из десяти предметов самогон. А больше по квестам самогон никому не нужен. Ну, странно, бывают вот такие квесты, вроде, может быть, когда ты их отменил, они до сих пор как-то отображаются. У меня собачьи головы до сих пор отображаются. То есть, двадцать одну голову нужно. А кому их сдавать, непонятно. Так, самогон есть, три бутылки. Отлично. Жареное мясо есть, можно перекусить. Пойдём дальше собирать арты. Думаю, повезёт, ещё пару подушек найду. Да должен. Рваную сейчас вот сюда. Вот тут и подушек прям завались. Особенно, если на РЭС попадаешь, прям можно их лопатой грести. Включим детектор заранее. Тут ещё пара кабанов всегда тусуют. Местные обитатели. Надо их сразу заколбасить, чтобы не мешали. Ну иди сюда, хрюшка. Конечно, разделаем, потому что в каждом кабане, помимо мяса, ног и клыков, может быть шкура. А шкура, в принципе, ценный хабар. Ну и может быть ещё сало. Да, сало. Сало это тоже хорошо. Так. Так, так, так. Так, сейчас я определюсь с курсом. Да, всё правильно. Пробежимся, посмотрим. Может, что найдём. Так, пока пусто. Ну, особо, конечно, не будем тут шерстить, прям в каждую аномалию заглядывать. Так, пробегусь, посмотрю. Хотя, с другой стороны, так пробежаться, смысл тогда вообще идти за артефактами. Раз уж смотреть, то нужно все аномалии смотреть. Но я вижу сталкер вон там вверху, да? Стоит. Тоже не просто так. Наверное, бегал тут. Смотрел. Поэтому вверх я не пойду, я рвану прям сразу вниз. Ну, а чё? Посмотрим, чё внизу интересное. Вон ещё один сталкер бежит, видите, впереди. Народ тут достаточно промышляет. Зяблик из ВДВ. Жарочка у нас впереди. Ладно, не будем зяблику мешать, тоже немножко в сторонку отойдём. Бегать вдвоём по одним и тем же аномалиям это неинтересно. Я вот здесь по краешку пробегусь. Вообще я хотел по аномальному полю жарок полазить. Не так один раз пробежаться и всё, а вот прям потусовать там какое-то время. Тем более костюм мне позволяет. Это, конечно, не Марс. Это круче Марса. Хоть, если честно, Марс, конечно, изначально предусмотрен для того, чтобы лазить по жаркам. Но опыт мне подсказывает, что в угре намного круче. Он и жарки тоже очень неплохо держит. А кроме жарок он держит ещё и лектор, который там тоже есть. Так, ну ничего, ничего, пока тут нету. Сейчас к домику сбегаемся, сохранимся там. Ой-ё. Как же так невнимательно, сталкер? Ну давай, давай, выходи. Ты не должен умереть. По крайней мере, пока. Вот, а на аномальном поле жарок можно уже потусовать долгое время, там, подсобирать экраны. Народ у нас есть. Да, вроде не так уж и много. Но народ бегает, как вы видите. Туда-сюда. Нормально. Давайте немного отдохнём углу костра. Поедим. Шлычков, если поделится. Продайте антирад, плиз. Кто пишет там? Сталкер. Я тебе просто так его дам, потому что я сам сколько раз в такую ситуацию попадал. Когда кончается антирад, это действительно полная... ...попа, можно и так сказать. ...поэтому я тебя понимаю. Не, не на там. Я понимаю, что он меня хочет отблагодарить, но я тебе тоже от всей души дал, поэтому, сталкер, давай. Иди лечись и вперёд за артефактами, чем ты там занимаешься. А я пойду по жаркам пробегусь. Ну и, конечно, зайду ништяку, отдам самогон, посмотрю, чё там за продолжение квеста. Куда он меня отправят? Ну и, конечно, побегу какое-то время здесь. Спасибо тебе, я запомню. Блин, как угроза звучит. Спасибо и тебе, я запомню. Ладно, это, конечно, не угроза. Конечно, зона не такая уж большая. Встретимся когда-нибудь. Может быть, ты мне поможешь. У меня будет трудная ситуация. Это нормально. Давайте пробежимся, посмотрим, что тут у нас. Хотелось бы какой-нибудь хороший экран найти. Не только альфа. Посмотрим. Кроме... Ох ты, кто-то тут умер. А я подберу. Мне не особо страшно. Самой жарким. Какое-то время пробыть. Так, ну что, ни одного артефакта. Ну да ладно. На обратном пути побегаем здесь. Тут что хорошо бегать именно на этом аномальном поле. Сохранился около домика. Ну, умер, к примеру. Появился рядышком. Можно даже вернуться, подобрать свой хабар. Вообще, в общем, замечательно. Ну и... Если попасть прямо на Респ экранов, тут можно нехило насобирать их. Тем более, тут еще, кроме экранов, разрядники, электры. То есть, стабилизаторы можно найти. Во-вторых, на той стороне тоже дофига. И вот здесь стабилизаторы тоже бывают. Потому что здесь уже пошли электры. Плюс медведя тут еще можно убить. Тоже плюс. Вообще, стабилизаторы можно найти во всем этом ущелье. Потому что здесь у нас одни электры. Конечно, тут нужно опасаться кабанов и медведей. А так, не раз я тут находил артефакты. Так, ну вот, кабаны впереди есть. А, впереди медведь, смотрите, есть. Ну, я не буду рисковать. Тем более, у меня есть голова. Вдруг он меня убьет. Я потеряю голову, потеряю самогон. Потом возвращаться. Нет. Не буду. Тем более, я сегодня уже двух медведей убил. Хорош. Там тем более еще кабаны с ним. Кабаны тоже могут побежать. И от медведей еще можно отстреляться. Но от двух кабанов с медведем это уже сложнее. Поэтому, поэтому пойдем. Своим делам. А сюда я, конечно, еще вернусь. Самогон сейчас отдам и вернусь. Еще не все аномалии обошел. Как видите, сталкеров тут сейчас нет. Что очень хорошо. И вот в такой погоде именно хорошо бегать по аномалиям. Видите, электры. Издалека их видно. И радиус их не виден. То есть идеально просто. Ну, мне, конечно, электры не страшны в моем угре. Но все же. Лишний раз попадать в аномалию тоже неохота. Так, тут уже. Рубовичок поставим. Вот сколько раз бегал через вот эти именно химические аномалии, которые обитают здесь, ни разу не находил артефакта. Интересно, тут вообще бывают артефакты? Или нет? Вот ни разу не находил. И потом через какое-то время перестал тут именно бегать. Ну, потому что не видел смысла. Надо, наверное, опять начать бегать именно вот тут. Может быть, рано или поздно наткнусь на арт? Просто интересно, появляются ли они здесь или нет. Ну так, ну что? А я добежал до деревни. Здесь уже надо выключить детектор. Он тут только мешаться будет. И, конечно, поставить пистолет-пулемет. Тут и лешие обитают, собаки. Для них и пули достаточно будет. Так, самогон сейчас ништяку отдадим. Так, а вода у меня есть? Ну-ка, давайте глянем. Да, еще полная фляжка. Ну, нормально, жить можно. Так, ну что? Ништяк вон там тусует. Давайте по краюшку обойдем. Не хотелось, чтобы собаки на меня кинулись. Поэтому прям по самому краюшку. Затопленная деревня. Так, вон, собачки бегают. Ну, они не особо, в принципе, страшные. Так, стоп. Не туда я пошел, да? Да, ништяк немножко. О, тут тем более кто-то стреляет. Вот он, ништяк. Так, ну что, собаки на меня не прыгнули. Это хорошо. Давайте поговорим. Я принес самогон. Давай его сюда. Вот теперь и поговорить можно. У тебя какой-то вопрос был? Ё-моё! Не успел поговорить, напали собаки, но это нормально. Вообще сюда лучше, конечно, с алкосерилом заходить. Зараза! Вернее, не с алкосерилом, а перепутал. Я постоянно вот эти две препарата путаю из двух игр. С алкосерил в эс-зоне находится, а здесь психомоторный стимулятор в сталкере онлайне. Мне почему-то название с алкосерил больше нравится. Так, ну что, давайте быстренько я принес самогон. Ты сталкер в Дирсу знаешь, где его можно найти. Меньше знаешь, крепче сон. Зачем Дирсу тебе приходил? Так, закончить диалог. Ну что же, вроде взял продолжение квеста. Давайте посмотрим. В поисках Дирсу отправиться на караван. Караван. Ну что же, на караван мы когда-нибудь сходим. Пока не планирую. Пока. Что же, можно выбираться отсюда. Можно, конечно, сделать по-умному. Просто умереть. И появиться в домике. Но, с другой стороны, это не по-умному, потому что я могу потерять тут же голову, да? Микрочип, смотрите. О! Микрочип. Смотрите, микрочип. А он стоит вроде неплохо, да? Если я не ошибаюсь. Это, скорее всего, в том хлане было, которое я нашел на поле аномалий. На жарках. Помните, когда тут куча прям такая лежала? Я зашел в жарку и подобрал. Да, вот, смотрите. Пустые пистолетные гильзы, микрочип, ромашки, собачьи головы. Кто-то потерял, а я вот подобрал. И не посмотрел, что я подобрал. Оказывается, микрочип. Нехило. Не знаю, сколько он стоит, но вроде он и недорого. Хотя они там разные бывают. Ладно. Сколько там собак? Раз, два, три, четыре. Попробуем свалить по-тихому, чтобы собаки на меня не согрились. Неохота лишний раз с ними связываться. Четыре собаки, конечно, убить. Для опытного сталкера не проблема, но может и не повезти. Тут уже как... Как карта ляжет. Ну что, у меня еще контейнеры. Не все заполнены, как вы видите. Всего лишь четыре артефакта. Резина бета, марева и две подушки альфа. Хотелось бы что-то еще путевое найти, поэтому я возвращаюсь на аномальные поля. Побегаю сейчас по правой стороне, по левой, по жаркам. Там капанов постреляю как раз. И, может быть, несколько артефактов найду. Ну, а когда забью контейнеры, если, конечно, я их забью, то можно уже возвращаться будет на гурман. Ну да, как раз сам голову скинуть. Посмотрите, сколько чипы стоят эти. Я знаю, чипы еще тут что-то с пилотом связаны, какие-то квесты. Ну да ладно. О, сталкер умер. Блин, друг, я не знаю, получится ли тебя поднять. Нет, ну давай рискнем. Да мне-то ничего не будет, но ты просто отсюда можешь не выйти. О, нет, меня тоже бьет немного. Блин, 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 блинский. Не, я не буду рисковать, друг, извини. Слишком ты прямо уж в центре аномалии лежишь. Был бы немножко с краю. Да и не выйдешь ты, скорее всего, оттуда. Даже если я тебя подниму, тебя сразу электро убьет. У тебя защиты никакой нет. Так что придется на РЭС пойти. Ну что, пробежимся. Тут посмотрим сначала. Что тут интересненькое есть. Так, кабана вроде не вижу. Да, жарок тут достаточно, конечно. Если повезет, можно прям нехило насобирать. Ну, это, конечно, если повезет. А, так смешно бежит. Тын-дын-дын-дын-дын-дын. Как не валяшка. Так, ну что-то с этой стороны пусто. Ну, понятное дело, все-таки не я один тут лазю. Так, идем дальше. Кабаны на месте. Давайте их сагрим, чтобы они потом на меня со спины не напали. Ты не захотел убежать, как твой друг? Тогда умри. А, твой друг оказался умнее, а решил свалить от меня. Так, давайте посмотрим, что будет внутри. Ничего интересного. Ладно, пойдем дальше. Кракушник. Пижма. Давайте подберем. Надо запасы пополнять. А, вот, дружище, ты вернулся? Ну, на, получить тогда. Еще одна пижма. Тоже пригодится. Ну, и, конечно, кабанчика нужно разделать, посмотреть, что внутри. Ничего интересного. Ладно, пойдем дальше. Ладно, пойдем дальше. Жарко, да, скорее всего, жарко. И, соответственно, какой-то экран. Какой экран, я не знаю пока. Сейчас гляну. Экран альфа. Экран альфа. Контейнер его. Ну что же, один контейнер я забил. Ох, а тут и разрядник был. То есть, есть шанс. Был шанс, что я найду не только экран. Вернее, не экран, а, допустим, какой-нибудь стабилизатор. Ладно, бежим дальше. Опа, еще артефакт. Ну, это экран. Тоже альфа. Подбираем. Ну, да, конечно, они дешево стоят. Но это артефакт. И не важно, какой. Забиваем второй контейнер. Одинарный контейнер у меня пока пустые. Но еще какого-нибудь крутого арта я не нашел, поэтому... Не кладу туда ничего. Так, что там? Сталкер стоит. Кого ждешь? Медведя, что ли? Медведя не здесь надо. Или ты, наоборот, ждешь кого-то, чтобы... Кто-то убил медведя. Давайте глянем, там медведь есть. А нет, там сталкер впереди. Ну что, давайте пробежимся. Может быть, сталкер бежит без детектора. Вполне возможно, не заметит какой-нибудь артефакт. А я замечу. Тем более, надо немного отдохнуть. Около домика. Поэтому стоит, я думаю, пробежаться. Заключенным детектором. Тем более, медведя нет. Медведя тут убил уже кто-то. Но нет, артефакта нет. Конечно, сталкер-то бегают тоже не дурачки. По крайней мере, смотрят. А вот медведь... Ой, медведь. Кабан. Кабан может тут быть. И не один даже, а целых два. Так, ну что, детектор вырубаем. И пойдем напрямки. Через ручей, через небольшую речку. Главное тут не застрять, а как-то тут подвис. О, нет, не застрял. А вот он, домик в деревне. Тут можно немножко отдохнуть, силу установить. И пойти уже побегать по другим, допустим, аномальным полям. Посмотреть, что там интересное. Да, давайте посидим, отдохнем и потом продолжим. Так, ну что, я немного отдохнул. И пора рвать когти на другие аномальные поля. Я так думаю, вот тут побегаем. Время уже три часа ночи. Скоро уже рассветет, кстати. Хоть мы и бегали ночью сегодня, до сих пор продолжаем бегать. Но с погодой повезло, действительно. Впереди сталкер. Конкуренция. Ладно, мы его обгоним. Пижму подберем и пойдем дальше. Еще, что мне нравится вот в этом костюме. Ну, в принципе, они все такие, что пачка, что Марс, что уголь. Они легкие. То есть нет никакого перегруза, потому что нет брони. Соответственно, бегаешь намного дальше. и дольше, и не устаешь. Какой же ты мне брат сталкер? Купи подушку. А, это тот чувак, блин, который подушку все продавал. Зачем она мне нужна? У меня своих. Ну, давай спросим, почем? Давай купим. Че, мне нетрудно. Давай, подойдем к нему. На аномальном поле решили поторговать артефактами. Ну, это который около самолета стоял. А10К. Ну, давай куплю. Мне не жалко. Ну, куда ты убегаешь? Стоять! Ты че, издеваешься? Ты че на одном месте тусуешь? Давай свою подушку. Кину в контейнер. На базе продам. Нормально. Почти новая. Да, не за что. Удачи. Может, действительно, класть некуда. А может, денег нету. Бывает же такое. Ну, да. У меня тоже сколько раз бывало. Даже на проход бывало не хватало. Приходилось вот продавать. О, дождь пошел. Вот только про хорошую погоду говорил. И она вот немножко и испортилась. Как вы видите, сразу, прям, сразу буквально испортилась. Вот прям было все хорошо. И сразу стало темно. Вот бывает же такое, да? Ну, конечно, тучи набежали. Небо уже не звездное далеко. И, соответственно, стало темно. Ну, одно радует. Через два часа скоро утро, и значит, погода опять сменится. Хоть будет и дождь, но будет все-таки посветлее. Так, ладно, здесь ничего нет вроде бы. Тем более, этот сталкер тут бегает. Может быть, уже все посмотрел. О, гром гремит. Ну, пойдем дальше, пробежимся. Впереди там у нас электро должны быть. Может быть, там что будет интересное. А если нет, то пойдем дальше. Так, ну что, вроде ничего такого нету, да? Ладно. Двигаем дальше. Я впереди видел, там сталкер побежал. Это плохо, конечно. Конкуренция, блин. Куда он побежал? Так, где-то, где-то... А, нет, подожди, где-то тут был. Не вижу уже его. Чувак, ты где? Умер, что ли? Ладно, это твое личное дело. Так, я вот сюда поближе. Тут и есть электры, тут и есть разрядники. Тут частенько бывают стабилизаторы. Блин, погода действительно испортилась. А, вон сталкер бегает. Так, раз он там бегает, значит, там ловить мне нечего. Печально. Но немножко все равно пробежимся по краешку, посмотрим. Может быть, что он не увидел, а я увижу. Вроде ничего такого нету. Ладно, валим отсюда. Тут даже вон верлёки дохлые валяются. Значит, по-любому он здесь всё пробежал. Да, неудачно. Вон, сейчас наверх поднимемся и полазим на склоне горы, вот эта пригорка. Подушки поищем. Одну я подушку купил. Так что у меня ещё можно три артефакта положить. Ну, шесть, если забивать одинарные контейнеры. Шесть артефактов. Да, в этот раз, конечно, улов не особо. В основном, одни альфа артефакты. Но ещё не конец ходки. Так что, может быть, сейчас как-то бац и повезёт. Бывает такое? Бывает, конечно. Поэтому идём. Вот тут побегаем, посмотрим. Погода, конечно, жутко испортилась. Да ладно. Детектор в помощь. Пойдём по приборам. Так, так, так. Ну, хотя видно всё прекрасно. Как летают листья. Косвенные признаки аномалий видно. То есть можно бегать. Так, тут пусто у нас. А, два кабана, два неразлучных друга. Постоянно здесь тусуют. Ну, их, конечно, нужно заколбасить. Блин, вот сталкер. Конкуренция. Так, стопе, мне показалось ли? Бывает, когда бежишь, вот, не всегда. Даже детектор не всегда помогает. То есть просто можно не заметить. Не заметить точку на экране. смотришь, допустим, по сторонам, смотришь на мутантов. Вот, я их немножко спугнул. Убивать не буду. Да, бывает такое, что просто можно даже на детекторе пропустить артефакт. Не то, что визуально, а вот именно точку не заметить. Ну, у человека все-таки два глаза и не всегда получается этими двумя глазами все увидеть. Так что я считаю, это нормально. Опа, а вот чуть не попав в аномалию. А вот это ненормально, сталкер. Нужно быть повнимательней. Это все-таки зона, а не парк культуры. Так, вроде посмотрел, побежали чуть дальше. Да, ничего нет, как вы видите. Ну, и сталкер тут тоже бегают. Иногда тоже так думаешь, бывает. Не был бы никого из сталкеров, и ты один. А потом вспоминаешь такие места, где если мутантов много, то ты вообще не пройдешь. Понимаешь, что одному в зоне тоже тяжело, блин. Так, сталкеры бегают и мутантов истребляют. Поэтому нормально. А я вот что думаю, а может быть рвануть отсюда прям сразу на Тунгуску? А что меня здесь держит? Действительно. Я какое-то время тусовал, ну, в основном в окрестностях Любича, в самом городе Любич, потому что поднимала репутацию у сталкеров. Чтобы далеко не отходить, да? Последнее время я тусовал именно на Гурмане, потому что я экипировку продавал. Экипировку, оружие. Сейчас я купил костюм. У меня есть оружие, у меня есть деньги, у меня есть патрон, у меня все есть. Что меня держит, допустим, на окрестностях? Надо валить отсюда нафиг. Действительно. Давно я не был на Тунгуске, давно я не был на караване. Тем более, по квестам нужно на караван. Не буду сейчас даже на Гуру заходить. У меня там продается какое-то количество артефактов в контейнерах. Продается какой-то шмот. Пусть продается. А я рвану, наверное, на Тунгуску. Тем более, сейчас на самолет прыгну и полетели. Тем более, там действительно давно не был. Там же фарм великолепный, этих резин. Тех же самых стабилизаторов, щитов. Это просто красота. Надо так и сделать. Ну что же, я тогда рву когти в здание аэропорта, потом к самолету и покидаю это гостеприимное место. А голым медведем микрочипы я могу посылками отправить. Действительно, что же, я парюсь насчет этого. А по-тунгусски действительно соскучился. Вот сейчас прям вспомнил побегать там, в студни пострелять или побегать просто от студни. Или чтобы студни меня убили. То есть, вариантов много. Давайте еще раз забежим на аномальное поле, которое находится на данный момент справа от самолета. Пошаримся. Что там интересное есть? Нет? И рвану туда на Тунгусску. Так, а здесь я... О, я, кстати, окажусь рядом с аномальными полями. Там еще можно пофармиться, как раз забить до конца контейнера и рвануть тогда уже на базу. А что? Неплохая идея. Действительно, меня ничего тут не держит. Так, сейчас посмотрим, нет ли тут медведя. Косолапый. Так, ну вроде тихо, спокойно. Точку сохранения я взял. Давайте пробежимся. Потому что поле тут аномальное действительно. Очень великолепное, можно даже сказать. Не то, что хорошее, а прям великолепное. Потому что тут очень много артефактов. Если пойдешь на Респ, тут прям озолотиться можно. Но тут действительно в каждой аномалии может быть артефакт. И артефакты тут бывают не только же альфа. Так, пробегусь я по-быстрому. Опа, опа, опа. Как бы моя ходочка на этом не завершилась. Да нет. Жив. Курилка еще. Пока. Бежим дальше. Пробегусь по-быстрому. Я не буду прям все досконально исследовать. Поверхность. Пробегусь. Может быть детектор что засекет. Может быть я сам что-то увижу. Во. Как раз попробуем мой костюм. В общем, в угре-то я бегал. Бегал даже в предыдущем сезоне сталкер онлайн, когда я в последних ходках купил себе угори. Вот буквально немножко потестил и потом ушел из сталкера. Я бегал в нем только в основном на Везувии, то есть на окрестностях Любича. А вот именно на Тунгуске я в угре не бегал. На Тунгуске я бегал в Марсе. Как раз есть возможность потестить костюм угорь именно на Тунгуске. Там же много химических аномалий. Посмотреть, как он будет себя вести именно в такой среде. Как вариант. Мне самому даже стало интересно. Так, ну что, вроде ничего нету такого. Ох ты, медведь появился. Ну что же, Мишку-то надо убить. Тем более тут умирать не страшно. Рядом база. Блин, не достреливай. Да, конечно, пистолет-пулемет всем хорош, но у него есть своя дальность стрельбы. А там кто-то другой уже Мишку скрафтил. А скрафтил. А сагрил. И уже завалил его. Ну ладно, удача сталкерам. В добычу головы может повезет. Голова будет. Да, пробежал вроде по аномальному полю, но ничего не нашел. Ладно, рванули на Тунгуску. Хорош тут отвисать. Пивка бы. пивка бы. И водочки под селедочку. Так, так, так. Полетели на Тунгуску. Ну что же, сталкеры, я на Тунгуске. Давно, давно меня здесь не было. Чашка чая. Опа! Вот тебе и опа. Кто тут у нас намылился? В общем, сталкеры, увидимся. В зоне еще. Смотрите следующее похождение сталкера-баннерщика в аномальной зоне сталкера-онлайна. Это уже будет Тунгуска. Будем фармить здесь. Ну а на этом все. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok